Он находится за пределами нашего рассказа. И если посмотреть, сколько на самом деле он всего успел за эти 20 лет, а перед этим он до того, как стать антропренером и устраивать мероприятия за границей, он устраивал выставки, он был издателем, он издавал ронал Мирус, собрал их всех вместе. Он недолгое время прослужил в театре и создал знаменитый бюллетень императорского театра, который считается такой отправной точкой для истории роскошного книгоиздания в России. Это было самое роскошное издание, которое когда-либо было издано на бумаге на русском языке. А потом журнал Мирус искусства тоже в этом смысле был очень важен. Он не сразу решил, что он был продюсером. Ну и, собственно, слова не было такого продюсера, он стал антропренером. Но став им, достаточно перечислить имена, которые с ним работали. Они, собственно, в чем заключалась эта реприза русских сезонов? Каждый год за пределами России, они ни разу не были в России по разным причинам. Ну, отчасти очевидным, отчасти менее очевидным, потому что началось это в 2009 году, и они могли легко, в общем, приехать. Но был целый список причин, почему этого не произошло, и мы их еще коснемся. И каждый год русский сезон, русский балет Дегеля представлял премьеры, иногда их было до восьми в сезон. То есть они создали несколько десятков новых постановок. То есть новая музыка, заказанная композитором, новые костюмы и декорации, заказанные художником, и, соответственно, новая хореография. И, собственно, кого он позвал, да, и кого он создал во многом. Если перечислять хореографов, то его хореографами были поочередно. Михаил Фокин, потом Вацлав Нежинский, потом Леонид Мясин, потом Сержлифарь Бронислава Нежинская. Закончилось все Баланчиным, да. Все эти люди — это главные люди в истории балета XX века. Баланчин потом едет в Америку и создаст американский балет в Нью-Йорк-Сити Белли. Сержлифарь возглавит балетную труппу парижской оперы. У Мясина будет своя тоже судьба чуть менее значимая, но довольно заметная. Вацлав Нежинский, к сожалению, за пределами антрепризы, в общем, ничего не создал. Потому что он просто сошел с ума в какой-то момент довольно рано. Но в смысле истории балета — это очень важная история. Русская антреприза Дягилева создала моду на одноактные балеты, которыми никто особо не интересовался. На бессюжетные балеты, первый модернистский балет — это балет, который создал Дягилев и так далее. Если говорить про музыку, то они заказывали. Во-первых, Дягилев открыл Стравинского и открыл ему широкую дорогу в мир. И Стравинский написал много вещей специально для Дягилева. А кроме того, для Дягилева писали Дипюси, Равель, Сати, Прокофьев, которого он тоже во многом не открыл, но как бы сильно промоутировал. После этого были французские композиторы французской шестерки — Пуленк, Мьо и Орик. В конце жизни он думал договариваться с Куртом Вайлем. В общем, если бы он прожил еще лет 10, то неизвестно, какое количество новых имен он либо вытащил бы, либо как-то преобразил для нас. А если говорить про художников, то «Судьба русских сезонов» разделяется где-то на два с половиной таких неравных периода. Ранний — это период в мире искусства, когда с ним работали Бенуай Багст, а также Головин, Добужинский, Судейкин в разные годы. В общем, Бенуай Багст — это были главные его друзья и соратники. Потом, ну и Рерих, который создал декорации «Квестни освященной». Потом начался период интернациональный, и он заказывал Пикассо, Кокто, Дерену, Браку, Матису, а также параллельно Гончаровой и Илларионову. То есть начался такой авангардистско-модернистский период. И он, в общем, продолжился. То есть в конце жизни это были уже много обоиды, конструктивистские какие-то вещи. Джордж Декирика, сериалист Мироя Эрнст. То есть в принципе в орбиту русских сезонов были втянуты все самые заметные художественные течения, начиная с еще существовавшего до антреприза русского стиля нашего и символистов. Дальше футуристы, кубисты, сериалисты, амгардисты — они все с ними работали. При этом надо понимать, что балет вовсе не был платформой, от которой ожидали художественных экспериментов. То есть в принципе то, что какая-то балетная антреприза работы, например, с Пикассо, или с гораздо менее... Пикассо к тому времени уже был известен, но не настолько, чтобы ему заказывали какие-то крупные вещи. И он как-то сказал, что на его карьеру и на его жизнь Дягилев повлиял больше, чем Розенберг. Это Маршан, который устраивал все его главные парижские выставки. То есть он очень сильно влиял на судьбу художников тоже. Он влиял на судьбу композиторов, в частном, помимо Стравинского, Прокофьева и так далее, он влиял на судьбу и русских композиторов. И то, что, например, Римский Корсаков на Западе известен благодаря Шехерезаде в первую очередь, это потому что был балет Шехерезады, который Дягилев поставил. А то, что другие балеты, другие оперы, которые Дягилев хотел поставить, отчасти показывал Псковитянку. И, в общем, он любил Римского Корсакова. Но вдова Римского Корсакова находилась с ним в очень сложных отношениях, потому что он еще любил сокращать партитуру, и она с ним судилась в какой-то момент за то, что он испортил великую музыку. При этом сам Римский Корсаков при жизни не был так категоричен, но, в общем, он дал себя уговорить однажды. И, глядя на то, хотя эта вещь была поставлена, глядя на то, что с Римским, с Дягилевым судятся вдова композитора, другие антрепренеры, вообще оперные деятели, другие оперные дома с ним связываться не рисковали. В результате Римского Корсака на Западе, к сожалению, практически не знают. Ну, не так знают, как Чайковского, например. Римского Корсака на Западе Римского Корсака на Западе